Прямо сейчас я расскажу тебе очень интересную информацию, я бы сказал даже секретную, инсайдерскую информацию о команде разработчиков Hamster Combat и о тех пасхалках, которые они абсолютно каждый день в этой игре оставляют. Расскажу о новом уровне Creator, для чего он сюда добавлен, об этой загадочной цифре 18, вокруг которой строятся сейчас самые разные теории, ну и плюс поведаю вам об очень интересной пасхалочке, которую Павел Дуров оставил в своем посте. Долго затягиваться вступлением не буду, прожимай мне свой пальчик вверх заранее за качественный контент, подписывайся на канал, если до сих пор на него не подписан и приятного тебе просмотра. И уже по традиции, перед тем как мы начнем, я прошу тебя подписаться на мой телеграм-канал Отцовское Общество, вот он. Без угрызения совести, я абсолютно оправданно говорю, что это самый крутой телеграм-канал по Hamster Combat в данный момент, где публикуется огромное количество интереснейшего и полезного материала по этой игре. Мой канал действительно за последнее время стал самым популярным комьюнити по Таполкам, и я не намерен останавливаться на достигнутом. Ссылочку на телеграм оставил в описании и в закрепленном комментарии. Сразу после просмотра этого видео обязательно подписывайся. Возвращаемся в нашего хомяка и давайте сразу же отвечу на вопрос, что значит уровень Creator и что это за магическая цифра 18, о которой писали разработчики в своем посте, когда анонсировали новый уровень. В этой ячейке у нас изображен сам Павел Дуров, этот образ взят вот с этой вот фотографии. Уровень называется Creator, что в переводе Создатель, и для того, чтобы сюда попасть, вам нужно собрать 18 миллиардов монет. И друзья, не спешите расстраиваться, да, это безумно много. Попадать сюда вам совсем не обязательно. Сюда попадают именно креэйторы, создатели, и я говорю не только про приложения Хамстер Комбат, но и про, например, контент. Это ютуберы, владельцы телеграм-каналов, токеры, ну и так далее, инфлюенсеры, одним словом, которые прилагали усилия для того, чтобы популяризировать проект Хамстер Комбат. Этот уровень создан для них. Здесь будут люди, которые собрали наибольшее количество рефералов, и с помощью них запустили собственный аккаунт и продвинулись по рейтингу как можно выше. Я думаю, ни для кого уже не секрет, что рефералы кормят очень сильно. Вот, например, моя реферальная таблица, да, у меня почти 12 тысяч рефералов. Самый максимальный профит, который мне дал один из моих рефералов, это почти 6 миллионов монет. И вот эти вот люди, которые сюда попадают, это и есть те самые, которые набирали такое безумное количество рефералов и с первого дня качались при помощи них. Например, мой братишка Криптовейл, который прямо сейчас возглавляет ТОП, именно с помощью рефералов собрал 100 миллиардов монет за все время. Сейчас у него на счету почти 30 миллиардов лежит. Поэтому обычным игрокам сюда попадать, ну, не нужно. Вы этого просто не сделаете. 18 миллиардов монет вы не соберете без наличия огромной армии рефералов. Здесь будут креаторы и создатели. Для этих людей будет выделен отдельный пул при айрдропе. О нем, кстати, я рассказывал в предыдущем своем видео. Там я раскрыл тайну, как будет распределен дроп, сколько его будет и как он будет поделен между всеми нами, игроками. Если ролик не смотрел, обязательно после просмотра данного видео заходи и смотри. Ну, а теперь давайте я отвечу, почему именно 18 миллиардов нужно собрать, чтобы попасть сюда. Очень многие блогеры прямо сейчас вокруг этой цифры строят всякие магические теории. Но, друзья, все намного проще, чем вам кажется. 18 миллиардов это капитализация Тонкоина в данный момент. Совсем недавно Тонкоин вошел в десятку самых крупных, самых топовых криптовалют мира. Он находится на позиции топ-10 и его капитализация составляет 18 миллиардов долларов. То есть, по сути, 18 миллиардов монет, которые нужно собрать вам для того, чтобы попасть в креатор, это самая настоящая отсылка к капитализации Тонкоина. Никаких теорий заговоров. Все намного проще, чем вы думаете. Ну, а вот теперь будет самое интересное. Пост Павла Дурова, который он совсем недавно опубликовал. Ни один из блогеров, который освещал эту тему, не заметил одну очень интересную пасхалочку, скрытую в этом посте. Посмотрите на него внимательно. И обратите внимание на цифры, которые в посте указаны. Я дам вам немного времени. Ладно, шучу. Тянуть за яйца кота не буду. Все, что вам нужно, обратить внимание на цифру 239. Теперь нужно будет поразмыслить немножечко мозгами. Очень долгое время Павел Дуров молчал и не говорил ни слова о Хамстер Комбате. Написал он свой пост именно тогда, когда число зарегистрированных пользователей достигло 239 миллионов. И многие могут подумать, что это просто совпадение. Но нет, друзья, эта цифра напрямую связана с Павлом Дуровым. Я думаю, если вы в курсе за биографию Павла, вы знаете, что у него есть брат Николай Дуров. Это тот самый человек, который по сути создал код шифрования для телеграммы. Также Николай помогал в разработке сервиса ВКонтакте. Так вот, в своем недавнем интервью Такеру Дуров назвал своего брата настоящим вундеркиндом, гением. И я с этим чертовски согласен, мужик реально толковый. Этот наш гений в свое время закончил президентское физико-математическое лицей номер 239. Тот самый лицей, откуда выпускаются самые грандиозные умы нашей страны. Да, вот такое внезапное совпадение. 239 миллионов пользователей. 239 лицей, где учился Николай Дуров. И, помимо него, там же училась команда разработчиков ВКонтакте. Та самая команда, с которой Павел изначально создал свое первое детище. Если вы не верите мне, просто идите загуглите. Также есть один очень интересный факт, о котором вообще никто не знает. Человек, который прямо сейчас возглавляет топ хамстер комбата Криптовэйл, тот самый, с которым я общаюсь, он тоже выпускник этого лицея. Я сейчас не могу светить его юзернейм, потому что, ну, это личная информация. Но состоит его юзернейм из этих трех цифр. И это тоже далеко не все, друзья мои. Люди, которые прямо сейчас стоят за разработкой хамстер комбата, тоже выпускники этого лицея. Вот это поворот! Откуда я это знаю? Да не важно, друзья мои, просто идите загуглите, кто выпускался из этого лицея в период с 2006 по 2011-2012 год. Загуглите результаты всемирных олимпиад по математике, загуглите немного про биографию Николая и Павла, и вам все станет ясно. Этот пост просто кишит пасхалками, на которые абсолютно никто не обратил внимания. 239 это далеко не число зарегистрированных пользователей. В этой цифре скрыт скрытый месседж, который Павел оставил для нас с вами. Но мы по своей глупости, наивности, заинтересованности в скорейшем листинге, просто на это даже не обратили внимания. Команда разработчиков сыпет пасхалками и здесь, и тут, в каждом своем ролике на ютубе, в своих постах. Но мы в ожидании листинга все это пропускаем мимо ушей и глаз. Например, в одном из роликов на официальном ютуб канале Хамстер Комбата был скрыт вот этот вот шифр, написанный на азбуке Морзе, который, если мы вставим в переводчик и начнем переводить, он выдаст нам вот такой вот непонятный текст. Морут, Левап, Теод, Стабок, Христмах. Короче, какая-то нелепица. Но, если вы прямо сейчас прочитаете это словосочетание, наоборот, вы все, друзья мои, поймете. Пишите в комментариях, что думаете по поводу всего мной сегодня сказанного. Мне, честно, будет очень интересно прочесть ваше мнение. И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там еще больше эксклюзивной информации выходит. Например, там я слил дату листинга. Буду рад тебя видеть в наших рядах. У нас самая ламповая комьюнити в интернете. Ну а с тобой был, как всегда, отец Евген. Подписывайся на мой канал, если до сих пор на него не подписан. Увидимся сегодня на стриме. Пока!